Всем привет, это Google Glass 3.0. Хотя вернее будет назвать модель Google Glass Explorer Edition C с двумя гигабайтами оперативной памяти, так как версия 2.0 и 3.0 это вообще народные названия. Кстати, если вы посмотрите на коробку Google Glass 2.0 и 3.0, отличить вы их не сможете, потому что обе модели называются X и C. Главное отличие обновленных глаз находится внутри корпуса, и это увеличенная в 2 раза оперативная память. Был 1 гигабайт, а теперь 2. Узнать, сколько оперативной памяти в очках, можно только одним способом. Подключить их к компьютеру, включить debug mode в настройках и в терминале через утилиту ADB написать следующую команду adbshell cat slash proc slash meminfo, то есть memory information. Здесь первой строкой можно увидеть много цифр, это и есть количество оперативной памяти, и на самом деле здесь всего 1,5 гигабайта. Ну и в прошлой версии Google Glass был не 1 гиг, а 700 мегабайт. Если мы введем еще одну команду, то узнаем информацию по процессору. Можно увидеть, что остался тот же OMAP 4430, да и в целом больше-то ничего и не изменилось. Но что дает вдвое увеличенная оперативная память? Во-первых, очки стали чуть быстрее работать, относительно анимации, но особенно прирост скорости заметят в голосовых командах. Восприятие происходит раза в 3 быстрее. Окей, глаз? Google. Who is Jesse Pinkman? К сожалению, сами глаз работать стали не намного быстрее, но явных тормозов тут уже нет. Если не касаться только третьей версии очков о новой прошивке, то можно найти немало приятных изменений. Наконец-то добавили возможность забыть телефон, с которым сопрягается Google Glass по Bluetooth. Достаточно просто один раз нажать, и появится надпись Faget. Жмем, все, спокойно можно соединить очки с другим телефоном. А вот раньше для того, чтобы подключить новый телефон, нужно было делать полный хард-ресет. Настраивается теперь и бэкап фото в Google+. Раньше они автоматически туда скидывались, а теперь можно настроить. Еще одна полезная вещь – Notification Glance. Функция позволяет просматривать уведомления после взгляда на экран очков. С недавних пор фотографии и ролики, сделанные на Google Glass, сохраняются по папкам. Теперь не каждая фотография занимает отдельную карточку, а фотки за день, допустим. Если хотите посмотреть все, нужно просто нажать, дабы открыть папку. Сами фотографии по-прежнему можно отправлять по Hangouts, расшаривать в Google+, ну или просто удалять. Есть отличная новость и для владельцев Mac. Теперь при подключении очков к компьютеру автоматически открывается iPhoto. И Google Glass Mac видит как камеру. Можно смело импортировать фотографии и удалить их прямо в программе. К сожалению, русский язык до сих пор недоступен для очков. Но движение уже есть. В настройках через телефон или через веб можно выбрать язык либо американский английский, либо английский английский. Кстати, Google Glass теперь официально продается не только в США, но еще и в Великобритании. Новую версию Google Glass не назвали как-то по-другому, потому что ничего нового в принципе в них и нет. Да, они стали работать быстрее, но по сути это то же самое. Да и комплект никак не изменился. Как в коробке красиво все лежало, так все и лежит. Зато за последнее время в магазине Glassware появилось много сторонних приложений для очков. От Твиттера до приложений для велосипедистов, которые в режиме реального времени показывают карту, скорость и пройденное расстояние. С каждым днем Google Glass все лучше и лучше. Осталось дождаться русский язык. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова